Человечество 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 достижений фундаментальных наук самых разнообразных в практику в том числе и в медицинскую практику безусловно и по сути это означает приход такой активный приход ученых фундаментальных физиков химиков биологов в медицину очень многие вещи скорее всего ближайший год будут решаться в лабораторных условиях и в этих лабораториях собственно говоря будет решаться вопрос создания индивидуальных лекарств индивидуальных диагностических систем это же естественно тесно связано с другим недавно появившимся понятием персонализированной медицины лечить мы должны не диагноз а конкретного человека и у каждого конкретного человека одна и та же болезнь она может протекать по разному со своими особенностями и как правило естественно под этим всем лежит какая-то органическая патология по сути есть генетические поломки как правило они мелкие точечные за которыми может скрываться индивидуальные особенности поведения тканей клеток конкретного человека которые могут в значительной степени варьировать в ответе например на одни и те же препараты то есть развитие науки ее практическое применение подошло к тому о чем многие врачи говорили уже давно каждый человек уникален у каждого свое здоровье и то что одному организму полезно другому может быть вредно использование диагностики болезни на молекулярном уровне с учетом генотипы конкретного человека позволяет медицинской клинике выстроить максимально эффективное персонализированное лечение и принципиально иную профилактику для пациента трансляционная медицина означает что знания полученные фундаментальной наукой в результате лабораторных исследований мы можем использовать при лечении амбулаторно я думаю что трансляционная медицина это тот актив который позволяет знания полученные в лабораториях применять в клиниках где мы сможем улучшать здоровье людей мировые научные тенденции очевидны и для политиков и для населения 2014 год сша телевизионных новостях обсуждают тему пожертвования 75 миллионов долларов института трансляционной медицины и биологии в канзас-сити эксперты подозревают что таким образом будущий кандидат занимается подкупом избирателей на выборах а это ведь речь идет о вливаниях финансовых разум и к тому же частных можно только предполагать сколько тратится в этом направлении государственных средств сша здоровье нации помимо политических дивидендов это еще и конкурентное преимущество различных стран безусловно в китае хорошо понимают новые тренды трансляционная медицина это очень важное направление в медицинских исследованиях китая как известно трансляционная медицина это такой эффективный мост над пропастью между фундаментальными исследованиями и клинической практикой последнее время министерство здравоохранения китая запустила ряд проектов связанных с трансляционной медициной это сигнал за пределы страны что государственные инвестиции и негосударственные исследования заявлены сфере медицинских исследований китая и наступает новая фаза развития новые подходы весьма отличаются от того что до сих пор преподавалась медицинских образовательных учреждениях понимание болезни в большей степени содержали описательную часть это была одна из тех сложностей с которыми мы сталкивались сейчас мы начинаем понимать болезнь на молекулярном уровне что это означает это означает что приходит понимание того что реальная причина болезни кроется на клеточном уровне и это изменит радикально способы лечения болезней сердца западная европа является одним из лидирующих центров в этой области здесь ежегодно проходят различные семинары и конференции со специалистами по трансляционной медицине со всего мира частности их проводит ассоциация европейских ученых в области трансляционной медицины и от рис пригласив в 2015 году амстердам потенциальных инвесторов мне кажется когда мы говорим о трансляционной медицине то также должны говорить о транснациональной медицине и я вижу большой интерес и от рис привлечь акционеров всей европы для совместной работы по преодолению критической массы препятствий которые блокируют вопреки серьезным амбициям долгосрочные и перспективные проекты королевский университет белфасте ирландия здесь развернута целая сеть лабораторий в области трансляционной медицины исследования идут полным ходом включая в этот процесс в том числе и студентов по сути это уже гонка и она такая же масштабная и бескомпромиссная что и гонка вооружения это подтверждает и весьма откровенное интервью представителя университета бирмингема англия данные еще в 2014 году госпиталь королевы елизаветы и университет бирмингема работают в тесном сотрудничестве с целью использовать существенные дополнительные инвестиции центрального правительства на создание инфраструктуры стоимостью 824 миллиона фунтов стерлингов на площадках 6000 квадратных метров это позволит построить клинику мирового класса для специалистов фундаментальной науки укомплектованного квалифицированным персоналом из госпиталя королевы елизаветы и университета бирмингема наша цель двигаться вместе с одним из крупнейших регионов медицинского обслуживания крупнейшего кстати в европе и в связи с этим мы планируем создать такой центр равного которому нет и речь здесь идет не о планах национального масштаба о проекте глобальном уровне в наших силах оперативно предотвратить возможность ранних стадий клинических исследований а также экономическую составляющую медицины в процессе генерации иностранных инвестиций таким образом мы выступаем как магнит для крупных мировых фармацевтических и биотехнологических компаний а вот здесь уже кадры 2015 года где вы можете наблюдать как эти планы воплощаются в жизнь здесь развернули внушительную стройку новых корпусов и инфраструктуры для института трансляционной медицины судя по видеоряду вероятный ввод в стройного объекта не так далек в обозревом будущем в этом смысле безусловно университет бирмингема находится в передовых рядах в этой гонке технологий у него есть своя клиника институт трансляционной медицины выстраивается мощнейшая инфраструктура в россии понимают происходящее в науке процессы и тренды в решениях правительства россии 2015 года речь идет о создании комплекса инновационного здравоохранения на принципах трансляционной медицины одним из важнейших моментов трансляционной медицины в университетах является наличие собственных университетских клиник такие клиники в общем то уже существовали в некоторых медицинских вузах но мгу был первым классическим университетом в россии открывшим свою клинику 2012 году это медицинский научно-образовательный центр мгу что касается медицинского кластера клиники мы построили создали уникальную впервые в россии мы впервые среди университета мы впервые открыли факультет фундаментальной медицины в классическом университете впервые создали клинику и создаем сейчас мощный кластер наука жизни этой биологии этой химии этой физика этой медицина этой гуманитарной науки психологии так далее вот то есть мы эту задачу тоже решили уникальность университетских клиник при классических университетах в том что здесь легче выстроить междисциплинарную составляющую поскольку фундаментальная наука в лице физиков химиков биологов математиков и кибернетиков и так уже присутствует в университетах трансляционная медицина сегодня позволяет перенести данные полученные на животных на клетках клинику сильнейший прорыв в трансляционной медицине совпал с геномной революцией это произошло в начале двухтысячных годов когда был расшифрован геном человека и все эти технологии основаны на исследованиях молекулярного уровня где исследование имеет широкий междисциплинарный диапазон мощнейшая база появилась 2013 году в дальневосточном федеральном университете надо сказать что достаточно серьезные вливания были осуществлены федеральным правительством россии дальневосточный университет университетская клиника именуется здесь медицинским центром и имеет самое продвинутое медицинское оборудование это по сути единственное на дальнем востоке такого ранга учреждения такого немножко воздушного термина проект задумка этот центр превратился эффективно работающую высококлассную прекрасно оборудованную и главное с замечательными специалистами клинику возьмите любой университет возьмите любой университет с мирным именем при нем есть обязательно медицинский центр вот любой возьмите гарвард и эль стенд с владимиром никушевским то есть будучи когда он еще был ректор дпу мы проехали полмира мы начали с америки заехали сан-франциско поехали в беркли посмотрели клинику в стэнфорд поехали полетели в лос-санжелес посмотрели у си университет южной калифорнии юси лэй дальше полетели в гарвард посмотрели джон хопкинс посмотрели мэйо клинику в ротчестере посмотрели клиблинд далее мы полетели в сингапур национальный университет сингапура везде мы фотографировали разговаривали с людьми потом полетели в самсунг полетели северанск далее я уже один полетел в европу и после этого у нас сформировалось некое представление какой клиника должна быть наличие такой продвинутой университетской клинике важно в региональной медицине но не является достаточным для прогресса в области трансляционной медицины нужна связка между фундаментальными исследованиями и внедрением этих результатов клиническую практику нет шансов например у тех вузов которых нет медицинского факультета а у медицинских вузов нет шансов если в них не предусмотрена инженерная подготовка в этом смысле в россии уже выявились явные лидеры среди университетов это казанский федеральный университет московский физико-технический институт государственный университет и томский государственный университет 2015 году состав казанского федерального университета в качестве университетской клиники вошла республиканская клиническая больница номер два у нас будет крайне короткий путь от идеи создания какой-либо научной разработки до ее практического внедрения. Так называемая клиника трансляционной медицины, она как раз и подразумевает ту идею, которую мы сегодня хотели бы реализовать. Этот факт сильно усилил позиции Казанского университета с учетом того, что ВУЗу удалось объединить свои усилия в области геномных исследований с одним из мировых лидеров в этом направлении – Институт Америкен, Япония. КФУ не стал разрабатывать велосипед, а решил в кооперации с японскими коллегами использовать уже наработанные исследования. Это дало очень резкий стартовый рывок. Институт фундаментальной медицины и биологии в рамках Казанского федерального университета создан практически недавно, в 2012 году, на базе биологического факультета. Здесь очень сильная биологическая школа, которая получила за последние пять лет конкретную модернизацию и приток новых специалистов, в том числе из-за рубежа. Нестандартные решения по созданию уникальных симуляционных центров в рамках своих образовательных программ резко выделили университет в медицинском направлении. Здесь на тренажерах студенты отрабатывают свои профессиональные навыки. В течение двух-трех лет был развернут целый комплекс лабораторий, где ведутся различные исследования в области трансляционной медицины. Помимо этого, в Казанском федеральном университете выстроено и свое опытное производство лекарственных средств. Это позволит в дальнейшем организовать масштабное производство фармацевтических препаратов для применения в клинической практике в рамках той же трансляционной медицины. Трансляционная медицина – это ведь не просто трансляция, так сказать, как бы из фундаментальных в прикладные. То есть вообще в трансляционной медицине выделяют несколько так называемых трансляционных этапов. А почему все заговорили в мире? Потому что основной разрыв, он, так сказать, не только для России характерный, он существует в переносе между, то есть вот то, что наработано в лабораториях, а потом это уже непосредственно в клинику. А этот разрыв, он существует везде, и как бы сейчас пытаются его решить. Но есть другие разрывы. Есть разрывы, социоэкономические разрывы, то есть когда уже какая-то технология, лекарственные препараты, диагностические, лечебные, они уже давно принимаются, но надо оценить. А эффективность какая? То есть вот эта эффективность на самом деле и политическая, и социальная, и экономическая. Может быть, эффект, эффект. Ну, например, этот препарат там улучшает, там, например, выздоровление там на 5 процентов, да? А цена его стоит, так сказать, в 500 раз дороже. То есть вот это эффективно или неэффективно? Может быть, на самом деле лучше, так сказать, старыми какими-то вещами пользоваться. И самая большая уникальность, так сказать, того, что мы еще, когда разрабатывали, вот как бы смотрели на трансляционную медицину, я пока про программу не говорю, мы нашли, что в России существует еще один очень мощный разрыв, а в Российской Федерации живет 194 национальности. И вот эти вот 194 народности, они все генетически разные. И, соответственно, так сказать, как бы особенно то, что касается фармакогенетики. То есть никто никогда не смотрел, так сказать, какова эффективность. Вот все, что сейчас делается, все делается, это как бы калька переноса из Соединенных Штатов или из Европы. Соединенных Штатов, Food and Drug Administration, это специальное агентство, которое регулирует, например, лекарственные препараты, они 130 препаратов унесли в список, что обязательно надо проверять генотип, потому что назначаемый препарат при определенных мутациях или полиморфизмах, он может напросто навредить, не только принести пользу. Вот. Но там ведь проверка была на ком? То есть получается, американцы, это в основном англосаксы, это испанцы, и это выходцы из Африки. Вот. У нас 194. И работают ли вообще они так эффективно, так сказать, как они должны, так как они проверялись там, на наших стах 94. Это раз. Второе. Никто никогда не обращает внимания на еще одну трансляцию. Это когда запросы клиники уже, и потом фундаментальщики должны работать. Вот еще один разрыв, вот я уже назвал два дополнительных разрыва, это третий. Я сейчас вспоминаю академика Никольского, он зампредседателя Казанского научного центра РАН. Я помню это лет 20 назад, когда он, он еще тогда не был академиком, знаете, что он сделал? Он изобрел, они вместе с инженерами делали, они изобрели коляску для скорой помощи, которая могла ехать как коляска, как носилки, трансформированная. Вот. Почему? Это были запросы. Просто тогда никто это, вот она до сих пор, эта разработка лежит, она нужна. Но это трансляция, это запрос был, исходя из практики. То есть очень много таких запросов, и вот здесь тоже никто не работает. Соответственно, почему не работает? Первый вопрос. А потому что нет специалистов. То есть вот каждый разрыв, это нет связки. То есть здесь должен находиться специалист, который бы связывал фундаменталиста с клиницистом, который бы связывал, например, уже клинициста с экономистом и социологом. Это следующая связка. Это специалист, который бы понимал совершенно четко, так сказать, вот в этих национальностях и народностях, то есть чем мы занимаемся. А это кто? Это историки, это этнографы. Вот. То есть и вот эти вот все блоки, эти все провалы, они в первую очередь должны заполняться специалистами. И соответственно, наша программа, которая есть, кроме всей инфраструктуры, шикарной инфраструктуры, которая создана, она и уникальная для России, потому что все здесь есть и для разработок, и для клиники, для всего. Но самое главное еще, это образовательная составляющая. Это образовательная составляющая, это как раз наличие всех институтов в Казанском федеральном университете и наличие специалистов, которые могут, по сути дела, при правильном построении образовательного процесса заполнить эти бреши и ликвидировать все эти разрывы в трансляциях. И вот тогда это будет трансляционная медицина. Мы очень благодарны президенту республики за то, что мы становимся, наверное, отниме из немногих, а может быть единственным университетом в Российской Федерации, который имеет у себя все составляющие. Еще раз хочу сказать, это и образовательная, то есть мы готовим, готовим не просто врачей, будем готовить врачи-исследователи, то есть врачи-ученых, которые занимаются созданием новых инструментариев здравоохранения. Мы имеем у себя научную составляющую, на это дело мы потратили достаточно большие средства с федерального бюджета. Есть специальная программа «Фарма-2020», которая позволила нам создать всю инфраструктуру для создания новых лекарственных средств и препаратов, и средств их доставки. И, наконец-то, мы получаем еще одну необходимую компоненту, это клинику, а клиника достаточно большая, это на базе РКБ-2 объединяется поликлиника номер два города Казани, больницы скорой помощи номер два. Они, конечно, в разной степени готовности для получения статуса университетской клиники, но я думаю, в течение года-полутора эта клиника заявит о себя как одна из ведущих научных центров Российской Федерации как минимум. Безусловно, человек должен жить качественной жизнью как минимум сто и более лет и жить активной жизнью. Он не должен прозевать там коляску в какой-нибудь инвалидной, либо все время пользоваться какими-то услугами системы здравоохранения. Мы сделаем так, чтобы все элементы и персонифицированной медицины, и здоровой медицины, здорового образа жизни, здорового питания, они будут разрабатываться и реализовываться на площадке как раз вот Казанского Федерального университета. Московский физико-технологический институт советских времен считался одним из культовых технических вузов страны. Здесь и сейчас собираются талантливые технически одаренные молодые интеллекты России и не только. Московский физтех имеет сильнейшую и естественно фундаментальную научную школу, факультет биотехнологии и факультет биологической и медицинской физики. В Москве строится грандиозный инновационный территориальный кластер «Физтех-21». Мы получили несколько участков земли рядом с институтом, где мы будем строить два инженерных корпуса. В этот территориальный кластер входит и биофармацевтический кластер «Северный». С 2014 года открыт набор в магистратуру «Трансляционная и регенеративная медицина». Идет в этом направлении сотрудничества с Первым Московским государственным медицинским университетом. В Сибири набирает обороты свой проект. Томский государственный университет планирует создание общей инфраструктурной площадки на базе трех учреждений. Это Томский государственный университет, Сибирский государственный медицинский университет, научно-исследовательский институт фармакологии. Подводя некоторые итоги, можно сказать, что Казанский федеральный весьма близок к практическому воплощению своей стратегии в трансляционной медицине. Он имеет в своем активе наиболее самодостаточную, квалифицированную выстроенную инфраструктуру, хорошую кооперацию с мировой наукой и широкий ассортимент образовательных программ классического университета. Но масштабные инфраструктурные решения в кооперации с другими вузами могут резко выдвинуть на первые позиции через некоторое время и московский физтех. К тому же, сам по себе, факт географического расположения в столице России уже дает университету очевидные преференции. Томский государственный университет в кооперации с вузами Томской области тоже еще не сказал своего окончательного слова. Впрочем, так ли важно для нас, кто из вузов придет первым к финишу? И где этот финиш? Ценно совсем другое. В этой гонке идет коренное изменение самих подходов к сохранению здоровья человека. Для нас все же гораздо важнее, чтобы эти новые подходы мы смогли в ближайшем будущем почувствовать реально на себе.